В начале августа наш город посетили экологи. Приглашённые специалисты изучили участок леса, который в народе прозвали Северным парком. В лесу поставили эко-ловушки, исследовали деревья, сделали замеры воздуха. Цель визита – определить, обитают ли на этой территории уникальные виды птиц и насекомых, растут ли редкие породы деревьев. Заключение экологов поможет властям ответить на вопрос, волнующий многих горожан. Нужно ли благоустроить территорию, сделать её парком или лучше оставить в первозданном виде? Его нужно благоустроить или лучше оставить таким, какой он сейчас? Я считаю, что ничего менять в этом лесу не надо, потому что он и без того шикарный. Я очень люблю лес, потому что я здесь живу, и я считаю, что ничего менять не надо. Мне кажется, что такое интересненькое, что-то сделать нужно детям, чтобы там находились как аллеи или что. Ну, вот так. Я тоже думала, всегда, я говорю, что-то сделать здесь. Дети отдыхали, да, с детьми, с мамой пошли бы туда куда-то. В принципе, там нормально гулять, поэтому не думаю, что нужно что-то. Освещение, тротуары, скамеечки пригодятся? Освещение надо. Тротуары? Нет, это всё-таки лес. Да можно вообще. Почему нет? А вот что там лучше поставить? Да, ну, тропинки, скамейки. То есть делать городской парк? Ну, ну, не как вот парк прям, зерно вот такое прям большое там. Ну, так что-нибудь. Ну, пешеходные дорожки маленькие. Если с точки зрения благоустройства, то возможно, но точно не строительство никакое. То есть, если я как бы смотрел, видел информацию о том, что с парком какие-то хотят делать манёвры, то есть, если моё как бы личное мнение как жильца, живущего рядом, то есть, возможно, стоит как бы благоустройство, но точно не строительство. Тему возможного появления на территории леса жилой застройки подняли соровчане в комментариях к посту главы города, в котором он кратко рассказал о визите экологов. Среди озвученных мнений было и утверждение о том, что идея благоустройства леса – лишь предлог, чтобы привести на эту территорию застройщиков. С этой позиции в корне не согласен депутат Иван Сидников. Он считает, что лесу нужен уход. На застроенной и заброшенной территории велик риск пожаров. Яркий тому пример – сухостой Мордовского заповедника и пожары 2021 года. Существует крайняя точка зрения. Но мы уже договорились, ни о каких жилых постройках, капитальных строениях речи быть вообще не должно. И давайте эту идею отбросим как вредную. А сторонники другой теории – давайте оставим дикий лес как он есть. Я могу сказать следующую вещь. Вы попробуйте на своей даче, на своем огороде, на своей фазенде не прибираться хотя бы в течение одного летнего сезона. Вы увидите, что получится. Вам это не понравится. Мнение депутата перекликается и с предварительными итогами работы экологов. Есть необходимость адаптировать этот участок к городской среде, создать рекреационную зону, экологические тропы. Цитирует мнение специалистов глава на своей странице в соцсети. Лес по предварительной оценке старовозрастной. Редких видов растений, птиц, млекопитающих нет. Но есть многочисленные следы стихийных свалок, которые горожане оставляют после пикников. И только прогулочная зона. Что я вижу вот здесь? Естественно, дорожки пешеходные для мам с колясками, для пенсионеров, для жителей ближайших домов, для горожан. Чтобы они здесь прогуливались, естественно, нужны лавочки, скамеечки. Естественно, нужно электроосвещение. Вода нужна? Нужна. Как минимум два туалета на территории 90 гектаров нужны? Нужны. На то, появятся ли в Северном парке тропинки и лавочки, существенно повлияет заключение экологов. Оно будет готово только к зиме. Пока вопрос о судьбе парка остаётся открытым. Но одно ясно точно – любая жилая застройка на территории Северного парка – неприемлемый вариант развития событий.